здравствуйте друзья как и обещал у меня на обзоре появился самый топовый топчик американской компании casking байт кастер бассинатор слово состоит это как бы аббревиатура из трех слов бас сасин или ассасин кому как больше нравится и терминатор то есть в итоге бассинатор серия элит огромное спасибо юре мордасову из белоруссии моему подписчику который предоставил на обзор мне эту катушку сам ей я так понял еще не ловил уже значит он доверил мне сделать обзор если получится все нормально обзор будет проходить также в трех категориях общий обзор частичная разборка посмотрим что внутри и покидушки а также хочу поблагодарить всех кто вносит посильную помощь каналу эль койот нджиев ну и давайте я приступлю вот такая вот красивая коробочка белого цвета прямо элитно все наклеечки у меня таких не было в рифите и кремис в sports outdoor цена 180 долларов параметры модель ниндзя такого кислого шартрос цвета и 2 classic вот ниндзя я не вижу в продаже на алиэкспресс ее нет вот 6.6 к одному classic две версии 8.1 к одному 6.6 к одному передачные отношения 10 плюс 1 подшипники максимальный драк в либрах моно 12 либров на 130 ярдов вместимость брейд плетенка 15 либров на 130 ярдов вес 5,7 унции и ай пяти в инчах разные у всех 34 1 инч это втяжка 8.1 27.8 переводите сами значит сейчас я расскажу о параметрах своих на коробке значит указывается центрифугал break system центрифужная система cnc алюминием фрейм значит алюминиевая рама обработанная на станке чпу карбон сайт каверс это карбоновые боковинки карбон фибер карбон файбер хэндл это карбоновая рукоятка line memory dial это как сейчас модно стало на очень многие американцы внедряют по моему нет из японцев по моему никто это маркер какого у вас установлен носитель они в разных местах сейчас на катушках устанавливается очень-очень модно стало значит swing wing side cover это откидная крышка которая на штыре под пружинением не свалится в воду palm perfect compact design это очень удобный компактный в руке лежащий корпус и корк хэнгл кнопс это значит пробковые рукоятки в коробке все как обычно у каскингов значит бла-бла-бла наклейки эти стикеры значит уже имеется также как и на спиддимоне цветная схема и указаны номера партий то есть если что можно заказывать детальюшки понимаете так ладно с коробочкой все пока на катушка значит сначала основные параметры общий вес на моих весах потянул сто шестьдесят шесть грамм уже более легкий вариант карбонку ручка пробка кнопы за счет чего там внутри посмотрим еще шпуля диаметр 34 и внутренний рабочий диаметр 21 то есть шпуля достаточно узкая и 34 это такой универсальный это вот грубо говоря такой вот для америки почему говорю для америки потому что это разработка банакс это их катушка и я в описании оставлю эту же версию банакс и эту же версию tail walk в японии full range модель там их несколько моделей вот именно ту оставлю посмотрите стоит она 22000 иен в японии вот значит так что эта шпулька весит 14 грамм такой американский стандарт глубокие достаточно под толстый носитель флюра то будет или леска соответственно катушка по всем параметрам достаточно мощная ручка стандарт 90 миллиметров это и не рычаг и не крат пузик коротышечный как у и пошек здесь пробита корея естественно это корея это уже другой коленкор значит по за за по зазорам как у вас любят или по люфтам люфты в норме все на валу микроскопический глазок немножечко может быть больше шатается чем вот бывает еще где-то но это нормально это значит что его не закусит если даже загрязнится кожух ничего с ним не произойдет то есть в принципе в норме подвешенном на двух направляющих на самом кожухе и на направляющей откидной крышки на ну да такой же катушка выполнена вот таком серебристом цвете это мелкодисперсный металлик и добавлено большое количество перламутровой цветной крошки то есть праздничный новогодний такой цвет что по внешнему еще ручка достаточно карбоновая достаточно толстая star drag алюминиевый такой же как на они это не такой же похож на спиддима не по изящнее алюминиевый кликер кликер на осевике клавиш разблокировки шпули низкая как и на вот этих трех каскингах что очень удобно во время броска очень близко прижимается ход плавнее чем у всех этих катушек сейчас включены четыре кулачка они как обычно там все в масле и я это пробую чтобы был реальный хват очень удобная конечно же при своей 34 шпуле катушка достаточно компактно лежит в руке она даже ниже чем мега джоселит расположение глазка также имеет достаточное удаление и высоту глазок сидит достаточно высоко что меньше что препятствует перегибу лески от шпули к первому входящему кольцу на удилище все очень выполнено лаконично сливное отверстие два сливных отверстия все очень выполнено лаконично прям вот и и в то же время изящно в отличие от 13 фишинг катушек наверное я бы хотел следующие их на обзоре увидеть потому что это такие американские байткастеры супер глубокой шпули у наших рыболов конечно же немножечко помутнение в голове произойдет от таких глубоких шпуль от их там лицензионных подшипников которые не являются был биллингами давай я давайте я посмотрю значит open close защелка по моему пожалуй самая жесткая из всех представленных тормозной тормозной зеркало хромированное как любят корейцы все нормально механизм внутри выдвигающиеся усики выходят из а нет нет тут по-другому все а я понял да очень очень жесткие карбоновый вот этот вот черного цвета отличающийся от этих всех катушек механизму это корея здесь немножечко все должно быть по-другому шпуля имеет короткую ось алюминиевая подшипник стоит 11 миллиметров 11 миллиметров это ну да это такой же как на спид димон элит и на royal legend элит на название запутался на мега джос элит там поменьше подшипник стоит на всякий случай я посмотрю потому что у меня может быть уже в голова чего-то путается не до мега джос элит поменьше подшипник внутренне не могу замерить но не хочу а наружный 10 10 миллиметров а через пуля очень высокого качества ну в общем как у всех выточенная перфорирована частично внутри тормозилка очень похожа на тормозилку спид димон элит только более облегченной такая тормозилка стоит на только другого цвета на на full range от tailwalk и там как я сказал кулачки разного цвета ну соответственно цена от этого исходит подшипники надписи нмб нет но тот который на шпуле имеет морскую версию он неразборный и у него очень плотная там видно по внешнему кольцу и по внутреннему очень небольшой зазор то есть выдерживающий значит не попадание туда морской водички что еще что еще интересного шпуле даже уже чем на спид димон элит 34 не 33.5 не 33.7 34 ровно диаметр поэтому взаимозаменяемся никакого нет уже чем на спид димон элит а спид димон элит 32 по диаметру шпуля это 34 значит тормозилка здесь защелки более жесткие кулачки имеют прозрачные красного цвета пластик совершенно по-другому выполнены если они здесь имеют конусную направляющую по площадь прижимную то здесь они более узкие все надо пробовать смотреть как это все будет работать иначе сама тормозилка выполнена в более облегченном виде чем у спид димон элит посажено чуть выше в остальном и ось подлиннее ну за счет вот этих вот каких-то выкрутасов самой ось шпуля мне кажется более толстая имеет стенки прям вот она такая тяжеленькая как будто мощная то есть всем видом катушка показывает что она достаточно то есть мощная в каком смысле ну в том сказать это спортивная бренд чепман представитель спортсмен который рекламирует представляет фирму касткинг про англер он имеет в арсенале и вот эти вот бассинаторы красивая красиво лаконичная в отличие от мега джоселит очень лаконичный в то же время очень красивая внешне катушка вот кому-то может значит ход самый плавный из всех здесь присутствующий потому что спид димон элит в бесконечники подшипников нет это не просто как бы там бюджетная версия это грубо говоря подразумевает что это вода сами понимаете вода не попадающая точнее попадающий в бесконечник простите я устал уже сегодня уже тестов столько сделал не попадающий попадающий в бесконечник все-таки со втулками работают лучше но здесь заменить один точно можно подшипник и как обычно заметил особенность касткинговскую у них значит один кнопками и больше люфт другой меньше если для кого-то это косяк извините для меня вроде нет ну китайцы корейцы где-то же они они же не могут где-то не облажаться потом не забывайте цена цена катушки сравните ее кто-то мне сказал кстати вот американцы они сравнивают иногда вот с аналогичными по цене там где-то плюс-минус катушками кто-то сметанию ну как вам сказать чисто внешне придраться не к чему все очень аккуратно у китай сейчас это умеет делать и корейцы тоже самое потом производство в корее в китае и в малайзии она разное есть в китае точно там три производства бюджетные средние топовые можно отдать куда угодно но цена будет и уже понимаете она не будет иметь интерес на американском рынке потому что америкосы они не платят просто так бабло там ни за что очень красивая рама компактный но невероятно она вроде как бы не плоская катушка но компактненькая вот мне почему нравятся вот эти тонкие рамы кому-то нравится у шимана да там у метаниума вот эти вот закрытые космические корабли там ничего не видно здесь все ветки попали с листьями дунул пальцем все у тебя вылетело оттуда идет плавной формы все такое прям прям настолько лаконично все сделано черном цвете черное серебро карбон корка ну что сказать ход самый плавный осталось вскрыть посмотреть что внутри и покидать ей посмотреть на торсионную жесткость и нечто такое что еще можно с этой катушкой как она сидит как бросает по поиграться с тормозами посмотреть надеюсь что в ближайшее время все это получится глазок открытый нитрит титаном овальной форме не конусный значит на спиддима не конусный но высота глазка овального на босинаторе как будто выше да вертикально ну вот такой предварительный обзор смотрите ссылки на нее где на алиэкспресс это конечно топ из всего casking это топ бесспорно она дороже это катушка явно дороже друзья спасибо за внимание до следующих встреч